Спонсор программы группа компаний Топол Эко. Автономная канализация ТАПАС. Это революционные технологии очистки источных лод от компании Топол Эко. Топол Эко. 379-21-96. Самый дешевый замок в Великобритании, который можно купить прямо сейчас, находится в Шотландии. Он продается всего за 375 тысяч фунтов стерлингов или 630 тысяч долларов. В Екатеринбурге, например, за такие деньги можно купить 4-комнатную квартиру с дизайнерским ремонтом. Здравствуйте, с вами «Технологии комфорта» – программа об идеях их стоимости. В ближайшие 15 минут мы покажем вам интересные решения для обустройства дома и, главное, расскажем, сколько это стоит. Сегодня в программе «Лень. Двигатель. Прогресса». Расскажем об инновационных технологиях для комфортной жизни. Сделай сам. Как своими руками поменять старое напольное покрытие на новое? Живая вода? Зачем нужны современные локальные очистные сооружения? И все под контролем. Кто отвечает за безопасность коммуникации в деревянном доме? Итак, сегодня мы посвятим программу различным техническим идеям, делающим нашу жизнь комфортнее. А начнем с рассказа о системе, про которую многие слышали, но не все до конца представляют, что это такое «Умный дом». Многие считают, что это не более чем приспособление, которое позволяет управлять светом по хлопку. Впрочем, это не совсем так. На самом деле, системы домашней автоматизации могут гораздо больше. До чего дошел прогресс и сколько стоит установка в Екатеринбургской квартире космических технологий – узнаем прямо сейчас. Обустраивая свой дом, мы наполняем его множеством различных устройств, способных создавать вокруг нас комфорт, уют и безопасность. В последнее время развитие инновационных технологий превосходно сказались на функциональности нашего жилого пространства. Именно таким образом и появилась интеллектуальная система домашней автоматизации, а проще говоря, «Умный дом». Смарт-хом – это не просто два проводка, подключенных к датчикам. «Умный дом» – это целая концепция, позволяющая объединить множество разнообразных устройств в единый слаженно работающий механизм. «Умный дом» ставится на этапе черновой отделки, потому что он требует прокладки кабелей. Поэтому самая лучшая ситуация, если заказчик обращается в компанию «Интегратор» на начальном этапе. В идеале, когда у него готов дизайн-проект, но еще не готовы проекты инженерных систем, с которыми «Умный дом» будет стыковаться. Это проекты отопления, кондиционирования, вентиляции, водоснабжения и так далее. Таким образом, система позволяет управлять всем освещением как внутри, так и снаружи дома, контролировать температуру воздуха, а также регулировать кондиционеры, вентиляцию и теплые полы. Эти настройки могут создавать индивидуальный микроклимат в каждой комнате дома. «В этом помещении 6 групп света. Если бы они все управлялись с выключателями, у нас на стене был бы космический корабль длиной полметра. А в данном случае у нас сенсорная панель, с которой мы управляем и светом, и климатом, и шторами». Способов управления системой несколько. Быстрый, с помощью пульта или специального выключателя. Для более детальной настройки есть сенсорные панели на стене. Ну а для контроля на расстоянии дома можно управлять с помощью планшета или смартфона. А также систему можно запрограммировать на специальные команды, которые будут срабатывать в определенных ситуациях. «Многим людям достаточно сложно встать с утра. Но если в 8 утра автоматически открывается штора, сложно спать, когда солнце светит тебе прямо в глаз». Дополнительный комфорт достигается и за счет того, что человеку нет необходимости выполнять действия, на которые способна автоматика. Так, например, перед возвращением домой система заранее включит кондиционирование, подсветку, а при необходимости и музыку в гостиной. Эта же технология способна контролировать и расход ресурсов. Например, когда вы уйдете из дома, система сама везде выключит свет и закроет все шторы, жалюзи и ворота. Помимо этого, умный дом может заботиться и о безопасности, начиная от контроля протечек, заканчивая интеграцией с охранно-пожарными комплексами. «Когда у вас нет дома, вы можете наблюдать за тем, что там у вас происходит. За зваными, незваными гостями, в том числе за собственными детьми. Можно даже им что-нибудь сказать по громкой связи». Ну и, пожалуй, самое приятное. Владелец умного дома может создавать индивидуальные сценарии, то есть запрограммировать освещение, мультимедиа и другие приборы на определенные действия. «Если к вам внезапно пришли приятные гости, нажатие одной кнопки создаст романтическую обстановку, а вам потребуется только позаботиться о горячительных напитках». Наподобие электронных систем в современном автомобиле, умный дом берет на себя множество задач, которые на первый взгляд можно решить и вручную. Но именно эта продуманная в мелочах система дает новый уровень комфорта. Цена на системы умный дом соизмерима со стоимостью автомобиля. Есть минимальные комплектации от 500 тысяч рублей, а есть максимальные от полутора миллионов. Все зависит от площади помещения, желаемого функционала и вашей фантазии. При этом в эти суммы, как правило, включены не только коммуникации, но и установка под ключ, а также обслуживание. Герои мультфильмов вдохновили команду инженеров и дизайнеров на создание необычного аппарата для производства «Омлета». На сборку сказочного девайса ушло 200 часов, еще 100 часов изобретатели потратили на испытания. Сегодня техническое устройство находится в коллекции музея дизайна. Телетаск Екатеринбург – это действующий шоу-рум с установленной системой домашней автоматизации. Приходите и прочувствуйте лично на себе, как работает умный дом. Интерьерный центр «Архитектор», 3-й этаж, телефон 286-17-42. Говорят, что ремонт страшнее стихийного бедствия. Но герой нашего следующего сюжета проведение строительных работ рассматривает как интересный опыт. Он самостоятельно поменял старое напольное покрытие на новое. Почему мужчина решил не нанимать рабочих и во сколько обошлась смена пола в квартире, смотрите в нашем материале. Признайтесь честно, не все любят делать ремонт в собственной квартире. Особенно, если дело касается замены напольного покрытия. На время ремонтных работ нужно мириться с неудобствами, грязью и беспорядком. Ремонт – это такое стихийное бедствие, которое рано или поздно в своей жизни случается. И хочется максимально сделать этот процесс более комфортным. Герой нашего сюжета Максим долго выбирал между ламинатом и паркетной доской. В итоге он решил отказаться от этих видов напольного покрытия. Ламинат не устроил своей небольшой износостойкостью, а паркетная доска – скудной цветовой гаммой. Свой выбор Максим остановил на экологически чистом покрытии – кварц-вениловый дизайн плитки. Началось все с коридора. Решил постелить покрытие, попробовал, понравилось как. И решил сделать во всей квартире. Так из чего же состоит этот материал? Дизайн плитка чем-то похожа на слоеный пирог. Верхний слой – это полиуретан. Он отвечает за прочность и долговечность материала. Следующий слой – печатный. Он передает ощущение натурального материала – дерева или, например, камня. Потом идет основной слой, состоящий из прессованного кварцевого песка. Кстати, абсолютно натурального природного материала. И это еще не все плюсы кварц-вениловой плитки. Это напольное покрытие укладывается легко и быстро. В этой комнате укладывал сам. Уложил за три с половиной часа. Технология простая. Сначала на любую ровную поверхность наносится клей на водной основе. Через 20 минут уже можно укладывать плитку. Отсутствие замковых соединений позволяет обойтись без специальных навыков. Вот так. Все просто. Дизайнеры предлагают также использовать разделительную декоративную вставку. Она бывает разных цветов, и с ее помощью создается эффект палубы. Долго ждать, пока клей высохнет, не нужно. По полу сразу после его обновления можно ходить. При этом таксильное ощущение весьма приятное. Дизайн плитка уникально своим рисунком. Он не повторяется из плашки в плашку. Это позволяет создать цельное полотно с неповторимым узором дерева. Такой пол привлечет внимание гостей и станет для хозяина дома настоящим предметом гордости. Задумались о покупке? Итак, стоимость одной плитки около 180 рублей. Для того, чтобы застелить пол в стандартной комнате размером около 16 квадратных метров, понадобится 73 плитки общей стоимостью 13 255 рублей. Для покрытия пола самой большой комнаты в мире понадобились сотни метров красной материи, напоминающей резину. Эта гостиная находится на открытом воздухе и занимает целую улицу в одном из городов Швейцарии. Местные жители назначают здесь встречи и общаются теплыми летними вечерами, расположившись на красных диванах и лавочках. Сеть магазинов Полдума предлагает широкие выборы универсальных напольных покрытий. Ждем вас по адресам. Порт Докер, улица Бахчеванжи 2, павильон Ц1, улица Малышева, 145А, литер И, инометаллургов 84. Сайт компании полдума.рф. Единый телефон 298-00-25. Полдума. Практичный пол для практичных людей. Если вы житель нашего шумного мегаполиса и вам захотелось стать ближе к природе, идеальный вариант построить дом. Однако в дальнейшем многочисленные попытки обустроить жилье могут оказаться тщетными, если в нем не будет нормальной канализации. Для решения этих проблем российские разработчики придумали автономные системы очистки источных вод. Что это такое и сколько они стоят, сейчас расскажем. Рано или поздно перед каждым владельцем загородного коттеджа или дачного участка встают вопросы. Что делать с хозяйственно-бытовыми стоками, если нет возможности подключиться к центральной канализации? И как при этом избежать неприятного запаха и загрязнения окружающей среды? Для решения тех непростых, но неотложных проблем предназначены локальные очистные сооружения. Любой человек, скажем так, он хочет себя считать культурным, или он таким является, но есть какие-то определенные правила поведения культурного воспитанного человека. Это не бросать мусор там мимо урны, не оставлять за собой грязь и все остальное. И это из той же самой области, скажем так, ни один уважающий себя воспитанный человек никогда не будет сбрасывать неочищенный сток в соседний водоем или в грунт, отравляя тем самым себя и своих соседей. Раньше люди пользовались выгребными ямами, которые требовали постоянной откачки и доставляли многим владельцам частных домов дискомфорт своим, мягко говоря, неприятным запахом. Затем постепенно люди перешли на системы, которые по старинке именуются в народе септиками. Их монтаж требует перепопки буквально всего участка. Сегодня на рынке появились станции глубокой биологической очистки с принудительной аэрацией. Это современные небольшие устройства, которые заменяют старые методы очистки. Станции абсолютно герметичны и при работе не выделяют запах. Новшество в том, что всем известный метод аэрации и биологической очистки был применен в маленьких очистных сооружениях. До этого он применялся только на больших очистных сооружениях, рассчитанных на несколько тысяч кубов. А в данной технологии его удалось поместить в небольшой маленький корпус и применять для индивидуальных домостроений. Такая система воспроизводит практически природные процессы. На небольшой глубине из дома выходит труба, по которой все стойки попадают в приемную камеру. Внутри станции происходит несколько циклов очистки, и на выходе получается вода без запаха с коэффициентом очистки 98%. Перед тем, как приобрести локальное очистное сооружение, лучше вызвать специалиста, который даст необходимые рекомендации прямо на месте будущей установки. Если на участке низкий уровень грунтовых вод и хорошая впитываемость, то воду можно сливать самотеком в дренажный колодец. Если земля на участке плохо впитывает влагу, то делается принудительный сброс воды в придорожную канаву. Для этого в очистное сооружение ставится дополнительный насос. Стабилизированный ил рекомендуется использовать под компост, а вот вода вполне подойдет для хозяйственных нужд. Ее можно помыть машину, садовые дорожки или полить газон. Такие установки просты в обслуживании. Нужно раз в три месяца откачивать избыточный ил. При необходимости из приемной камеры удалить случайно попавшие туда предметы. Возможно, почистить главный насос. Ну а если вы не хотите заниматься этим самостоятельно, то можно заключить договор на сервисное обслуживание с компанией, которая предоставила станцию. Если вы решили установить у себя на даче современное очистное сооружение для переработки хозяйственно-пытовых сточных вод, то прежде всего надо определиться, сколько сантехники будет обслуживать станция и сколько человек будет постоянно ею пользоваться. Так, например, для большой семьи до 10 человек установка обойдется примерно в 100 тысяч рублей. Это без учета доставки и монтажа. И в продолжении темы коммуникации. Далеко не каждая строительная фирма, помимо ответственности за возведение самого дома, берется отвечать еще и за прокладку всех сопутствующих инженерных систем. Это связано с необходимостью иметь высококвалифицированных сотрудников и хорошую репутацию. В Екатеринбурге таких компаний немного, но они все-таки есть. В следующем материале мы расскажем, что такое комплексно-строительный подход и какова его цена. Пожалуй, каждый, кто решил построить дом, хочет, чтобы он был надежным, теплым и, как говорится, для души. В России, в силу традиции, дома с такими характеристиками обычно строят из дерева. Кто-то предпочитает технологию ручной рубки, кто-то оцилиндрованное бревно, ну а многие выбирают клееный брус. Важно ответственно подходить к безопасности разводимых сооружений и заботиться о здоровье их жителей. Поэтому выбору поставщиков необходимо уделять огромное внимание. Выбор должен основываться на самых жестких международных стандартах. Поэтому я бы порекомендовал клееный брус, соответствующий европейскому стандарту ИН-14080. Дом из такого бруса был экологичным, очень теплым, с высокими характеристиками по надежности и соответствующим всем нормам по безопасности. Такой дом – это сложная система, требующая грамотной детальной проработки всех ее элементов. Для этого специалисты проектируют каждый сантиметр пространства с учетом эргономики дома, технического регламента о безопасности зданий и сооружений, а также других нормативных документов. Особая тема – это прокладка коммуникаций. Современные теплоизолирующие материалы, отсюда двойные функции. Первое – это шумоизоляция, то есть звукосливающейся воды. Второе – это теплоизоляция, которая позволяет предотвратить промерзание труб в зимний период. Любой провод или труба размещаются в доме строго по проекту. Например, здесь инженеры приложили всю электрику внутри стены перекрытия. Это позволит сэкономить жилое пространство и сохранить внешнюю эстетику будущего интерьера. Не стоит переживать о возможности самовозгорания, потому что проводка находится в безвоздушной среде, к тому же находится самозатухающая изоляция. Главное, чтобы все работы в строящемся доме осуществлялись в комплексе и желательно, чтобы контролировала и отвечала за весь процесс одна компания. Такой подход даст возможность существенно сэкономить ваши средства и время. Но и главное – построить удобный, надежный и безопасный дом. Двухэтажный дом из клееного бруса по готовому проекту стоит примерно от 2 до 7 миллионов рублей. Цена будет зависеть от площади дома, его комплектации и сложности проекта. Как правило, в эту стоимость помимо самих материалов входят подготовительные и строительные работы. Шведские архитекторы построят необычное жилье для студентов. В таких домиках площадью всего 10 квадратных метров предусмотрено все для комфортного проживания. Проект пойдет в тираж уже в этом году. В шведских городах Версерум и Лунд будет возведено 22 таких жилища. Мы показали, как сделать дом комфортнее, но вам решать, платить ли за это. Ведь у каждой идеи есть своя цена. С вами была программа «Технологии комфорта» и я Георгий Набиев. До встречи в эфире. Деревянные дома из клееного бруса. Компания «Хоумбокс». Мы строим для людей. Наш сайт – homebox.su. Телефон 385-9505. Деревянные дома из клееного бруса.